добрый вечер всем добрые зрители доброго канала с вами волонтер бездомных животных и приюта твори добро наталья сегодня у нас ролик о грише если все помните гришенька эта собака которая выросла на одном из предприятий и которая ходила провожала мужчину всегда домой и в один прекрасный день греша не появился он приполз вот в таком состоянии спустя четыре или пять дней люди обратились ко мне за просьбой и гриша экстренно был взят с улицы и отвезен в клинику доктор вет города рязани к нашему удивительному доктору ломатин николай николаевичу каждый раз не устаю благодарить что судьба подарила нам такого доктора добрый день сегодня поговорим с вами о собаки гриша гриша это отдельный пациент сразу скажем об его характере очень любит поесть и очень любит пообниматься очень достаточно спокойная собака и несмотря на его достаточно серьезные травмы у него диагностирован перелом в поясничном отделе с частичным поражением спинного мозга то есть это скорее всего мили так называемое воспаление на фоне компрессии недавно его прооперировали прооперировали установили мы так называемую транспитегулярную конструкцию собака крупная вот у гриши сохраняется бычье хорошее то есть мы писаем к акм пытаемся передвигаться приподниматься но процесс восстановления погреша будет достаточно долгий как у любого спина не спинальника пациента получивший травму позвоночника учитывая то что восстановление таких пациентов может занимать в порядке от четырех месяцев до полутора лет то есть для нормальной адекватной функции и опор способности вот по общему состоянию что хочется сказать собак чувствует себя хорошо болевой синдром пропал главное сейчас есть регулярное мочеспускание дефекации это самое важное наверное в данном случае опять же им также занимается будет как остальными собаками которую наталья является спинальником нефролог это важный момент связанные с моментом инфекции потому что все равно большую часть времени он сейчас все-таки проводит лежа ему тяжело вставать его поднимают пытаются водить ну как бы это пока на данный момент пока собака не пойдет рисков инфекции все равно будет много сохраняться пока находится на наблюдение по врачей так как отдавать его еще рано второй момент это дальнейшем когда его будем уже передавать желательно такой собаки уже по факту иметь дом так как будет необходим человек который займется этой собакой вплотную потому что находясь собаки в приюте с такой патологией даже стабилизированные очень сложно так как время на всех собак вряд ли будет хватать в приюте и особенно спинальников с ними заниматься в полной мере бы все на данный момент по нему особо такой большой информации нету учитывая что самое страшное это его перелом позвоночного столба в остальном ему очень сильно повезло до последнего надеялись наталья что это будет перелом таза и это будет все банально и быстро но на самом деле как показала практика не все всегда бывает так радужной и красочно это если опять же отмечать перелом таза это не всегда тоже хорошо у нас есть собака ника у которой кстати делает уже успехи и ходит хотя у нее достаточно долго время сохранялась плохая иннервация одной из конечностей по той причине что таз был вмят вовнутрь но компьютерный томограф хорошего был на работу вот но это лирика на самом деле все всегда сложно сломанные тазы и позвоночник но гриши к сожалению не повезло перелом оказался выше лучших таких переломов в принципе не было на данный момент следить за судьбой гришей и надеюсь что не найдутся свои любящего хозяева вам хорошего здоровья и здоровья вашим питомцам на данный момент когда я везла гриша я все-таки надеялась тоже как и николай николаевич что у нас перелом таза но там оказалось все намного сложнее но спасибо врачам спасибо докторам за то что провели успешную операцию и наш грешенко ходит с перелома позвоночника вы сами понимаете что это не всегда удается собакам но я очень надеюсь что все что мы с вами делаем мы делаем это и как вы видите не зря мы не зря спасаем потому что в каждого я вселяю надежду не сама верю на успех всего того что будет и что происходит на самом деле на самом деле мы помогаем собакам большей степени стать полноценными что вам огромное спасибо моя такая большая дружная семья за то что вы со мной за то что вы с нами только благодаря вам еще раз говорю наши собаки могут находиться на лечении и жить полноценной жизнью стоимость операции вы увидите в чеке и на сутки клиники со всеми манипуляциями манипуляциями со всеми уходами с выгулами с прогулками с питанием у нас обходится сутки 2 800 но сегодня ролик о том что гриша пока находится на стационаре хотя его уже можно запросто брать домой в семью домой мы такая большая дружная семья посмотрите пожалуйста этот ролик откомментируйте поделитесь видео в соц сетях может быть кому-нибудь захочется взять нашего грешенку домой нам срочно нужен дом и любящие родители гриша молодой песик около года и он как никто заслужил тоже своего собачьего пушистого счастья этот ролик именно о поиске семьи для гриши потому что грешу я ну не могу забрать в приют вы все это знаете у меня нету вольеров для особенных собак но на передержку это уже но мы наверное не потянем потому что последняя моя просьба оплатить передержку шарика фили веню и всех к сожалению я не собрала даже половину суммы мне пришлось брать из тех что мы собрали максиму на лечение на я оплатила клинику долги и погасила передержку но не забываем еще что у нас 87 собак которые хотят каждый день кушать моя такая большая дружная семья посмотрите может быть грешенька растопит чье-то сердце нам срочно нужны мама и папы с большим уважением к вам волонтер бездомных животных и приют в твори добро наталья а Субтитры создавал DimaTorzok